МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск программы по горячим следам. Мы расскажем вам о наиболее заметных криминальных происшествиях минувшей недели. Попытаемся предостеречь от опасности и вполне вероятных криминальных рисков, которым может быть подвержен любой человек в современных реалиях. В центре Иваново, в квартире на улице Громобоя, при невыясненных пока до конца обстоятельствах погиб немолодой житель Иваново. В причинах его гибели сейчас разбираются полиция и наш репортаж с места события. Тело погибшего гражданина было обнаружено его матерью. Немолодая женщина нашла своего сына, не подающего признаков жизни в одной из комнат квартиры на улице Громобоя, ближе к обеду 18 января. Старушка вызвала врачей скорой помощи, которые по прибытию констатировали смерть ее 62-летнего сына. На место происшествия выехала следственная оперативная группа полиции. Организовала работу полицейских сил на месте событий начальника МВД России по городу Иваново Анатолий Белов. В ходе осмотра места происшествия выяснило, что гибель мужчины произошла при очень туманных обстоятельствах. На теле погибшего были обнаружены ранения, которые, вероятно, и могли стать причиной его гибели. Сейчас сотрудники полиции опрашивают соседей погибшего, изучают его образ жизни. К сожалению, 85-летняя мать погибшего, с которой он проживал, ничего конкретного по поводу смерти сына сказать не может. По подозрению в хранении наркотиков задержана жительница Иванова. Ранее женщина провела без малого 9 лет в местах лишения свободы и также за наркотические преступления. Сотрудники полиции ведут работу по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства. Это часть повседневной деятельности полиции, и наркоманов сотрудники уголовного розыска вылавливают практически ежедневно. Сотрудниками управления уголовного розыска в ходе реализации оперативно-розыскной информации была задержана гражданка, у которой в ходе личного досмотра было изъято неизвестное вещество в виде порошка и комков. Данное вещество было направлено на исследование ВКЦ МВД России по Ивановской области. Согласно справке об исследовании, данное вещество является наркотическим. Также в ходе проведения проверки было установлено, что данная гражданка ранее отбывала наказание в исправленном трудовом учреждении Ивановской области за незаконный сбыт наркотических средств. В настоящее время известно, что изъято наркотическое вещество по своему характеру сходно с наркотическим веществом, как денцетилморфин. За что и при каких обстоятельствах у вас задержали сотрудники полиции? При меня обнаружено симпатическое вещество. Что за наркотик? Не знаю. Какое-то химическое. Какой вес? Побольше грамма. Так для каких целей? Для личного употребления. Подозреваемый в незаконном хранении морфина действительно является наркоманкой. По собственному признанию, накачивает свой организм отравой она регулярно. Давно употребляете? Два с половиной месяца. Как часто? Бывает раз в день, бывает раз в два дня, бывает три раза в неделю, бывает четыре раза в неделю. Пора раз в день. Какие ощущения у вас? Расслабленность. Как выяснилось, задержанная наркоманка не только потребляет наркотическое зелье, но и может быть причастна к его распространению. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и провела в тюремном заключении весьма солидный срок. Сколько вам лет? Мне 36 лет. Ранее к уголовной ответственности привлекались? За что? За наркотические средства. Сколько в местах лишения свободы времени провели? Всего, может, в пламени. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда взяла задержанная наркотик, который можно отнести к довольно редкому виду одурманивающего средства. Ведется проверка и разработка с целью установления иных лиц, поставлявших данный наркотик на территорию города Иваново. Другой житель Иваново, также задержанный за хранение наркотиков, по мнению оперативников, может иметь отношение к их распространению. Почти 100 граммов гашиша изъяли полицейские у фигуранта. Однако он уверяет стражей порядка, что весь гашиш намеревался выкурить сам. Сотрудники уголовного розыска изъяли почти 100 граммов наркотического средства гашиш. Наркотик обнаружили у жителя Иваново, который по собственному признанию является потребителем указанного наркозелия. Сотрудниками уголовного розыска УДП Ивановской области в ходе проведения оперативно-рысных мероприятий была причина преступной деятельности 32-летнего жителя города Иваново. В ходе проведения его личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш общей массой 87 грамм. Сотрудников полиции задержанной пытаются уверить в том, что все немалые граммы, изъятого у него гашиша, он планировал выкурить сам. Вы потребляете наркотики? Не, не курю. Давно? Нет. Как часто? Не полфадом. Вы для себя приобрели? Для себя. Такой большой вес. Полицейские с версией фигуранта не согласны. Оперативники выяснили, что задержанный за хранение наркотических средств гражданин был курьером, переносившим на себе наркотики. Гашиш предназначался для нелегальной наркоподпитки мест лишения свободы. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что данное наркотическое вещество предназначалось для осужденных одной из исправительных колоний Ивановской области. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данному преступлению. Сыщики, изучив личность задержанного, выяснили, что он действительно является наркоманом со стажем. За хранение и употребление наркотических средств он в свое время был осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет. Установили, что задержанный ранее был осужден за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и отдавал наказание в исправительной колонии Ивановской области. Являлся лицом, употребляющим наркотики, в том числе путем внутривенных инъекций. В настоящий момент в отношении его избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро вы узнаете, дебошир с арсеналом, откуда бомж взял обрез охотничьего ружья, кастет и биту. Версии и гипотезы. Семейные споры – последнее дело. Почему мужчина оказался на больничной койке, а женщина в полицейском участке? В Иванове снова в ДТП попал общественный транспорт. 19 января около 6 часов вечера на улице Парижской коммуны произошло столкновение трех автомашин. Авария, по предварительным данным, стала следствием невнимательности водителя маршрутного микроавтобуса. Управлявший пассажирским автобусом «Мерседес», следовавшего по 141 маршруту мужчина, не выдержав дистанцию и не справившись с управлением, врезался в заднюю часть ехавшего впереди троллейбуса. Во внезапно остановившиеся вследствие столкновения «Мерседес» тут же врезался легковая автомашина «Хендай Акцент». Автомашины, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, получили механические повреждения. По предварительным данным, 9 пассажиров, ехавших в маршрутке, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Сотрудники полиции работали на месте аварии и выясняли все обстоятельства и причины произошедшего столкновения. Уже стало известно, что на маршрутке была летняя резина. И кроме того, по словам пассажиров, в момент ДТП водитель отвлекся от управления, чтобы получить деньги за проезд. Сотрудники Ивановского отдела полиции задержали подозреваемых в грабеже. На улице Ивановская в городе Кохма трое неизвестных напали на 20-летнего местного жителя, избили и отобрали у него автомобиль ВАЗ-2110. После чего на похищенной автомашине злоумышленники скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого грабежа сотрудниками Ивановского отдела полиции были задержаны трое жителей Кохмы 19 и 20 лет. Один из фигурантов ранее уже имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. Как выяснилось, автомашину у потерпевшего преступники забрали, предварительно обвинив его в невыплате долга за дорожно-транспортное происшествие. Очень странная криминальная история случилась на днях в советском районе Иваново. Патрульные батальона ППС задержали вооруженного до зубов бомжа. Сейчас оперативники выясняют, куда и на какое дело собрался задержанный мужчина, у которого изъяли бейсбольную биту, кастет и обрез охотничьего ружья. 13 января 2015 года в 4.35 на оператору 02 УВД России по городу Иваново поступило сообщение от службы охраны одного из предприятий, расположенных на территории советского района города Иваново, о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в помещении охраны. На место происшествия был незамедлительно выслан ряд АБ ППС. Бьющего стекла хулигана оперативно прибывшие по вызову полицейский задержали. Как и полагается, в таких случаях провели личный досмотр обезвреженного дебошира, после чего немного удивились. При себе ранее судимый бомж имел небольшой оружейный арсенал. Сотрудники прибывшие на место задержали мужчину. Им оказался 34-летний гражданин города Иваново, ранее неоднократно судимый. При личном досмотре у которого обнаружена бейсбольная бита и рюкзаке, находившись при нем, обнаружен предмет, похожий на брест охотничьего ружья. Ничего вразумительного на заданные ему вопросы мужчина ответить не смог. Зачем разбил стекло и к чему столько оружия, одному человеку пояснить полицейским отказался. Расскажи, за что вы держались. Что, по ошибке дорогу переходил? Да? Да. А где переходил? Сушка, не помню, что упало, очнулся гипс. А как же здесь-то очутился в один полицейский? Вот я сам. Как же здесь очутился, например? Между тем установлено, что изъятый у задержанного обрез является огнестрельным оружием. Изъятый ствол вполне пригоден для стрельбы, а значит, его владелец будет привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Данные предметы были направлены на экспертизу ВКЦ ОМВД по Ивановской области. Получено заключение, что изъятый действительно являлся брест охотничьего ружья. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. К уголовной ответственности привлекается женщина, напавшая на своего сожителя с ножом. В ходе семейного конфликта жительница областного центра порезала потерпевшего так, что он был госпитализирован с тяжелым ранением печени. Сотрудники полиции получили сообщение медиков о том, что в одно из лечебных учреждений Иваново доставлен тяжело раненый гражданин. Спасти жизнь пострадавшему удалось, однако ситуация потребовала полицейского разбирательства. Следственному отделу номер 11 Уголовного кодекса Российской Федерации по городу Иваново возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. После распяти спиртных напитков в квартире по улице Пайна города Иваново между сожителями произошел конфликт, в ходе которого сожительница нанесла один удар ножом в область в груди своему сожителю. С телесным повреждением мужчина был доставлен в больницу города Иваново, где был поставлен диагноз проникающий в полторезное ранение в правой доле печени. После предварительной проверки произошедшего, пока еще очень приблизительные обстоятельства получения травмы потерпевшим были установлены. Случилось это в ходе нетрезвого бытового конфликта семейного свойства. Подозреваемая была задержана, доставлен в отдел полиции номер один по городу Иваново. Задержана оказалась 53-летняя женщина, жительница города Иваново, ранее судимая за корыстное имущественное преступление. В настоящее время дала признательные показания, избраны меры пресечения и подписки новостей. Как часто бывает в таких случаях, подозреваемая в совершении преступления гражданка во всем обвиняет самого пострадавшего. Много пил, часто бил. Таковы ее аргументы в поддержку своей криминальной позиции. Я думаю, что надо лучше уйти из дома, пока он себя приведет в нормальный этот вид. Уйти из дома не получилось или не захотелось. В этом сейчас разбирается полицейский следователь. Сама подозреваемая рассказывает о моменте, когда она схватилась за нож так. Я оделась уже, все, стала выходить из квартиры. Он меня схватил за куртку и обратно в комнату. И, значит, это бросило меня на диван и опять к лицу ударил. То есть он был вообще невменяемый. И тут рядом находился на табуретке нож маленький. Ну, этот, столовый. Я вот в таком порыве, что я думала, он меня вообще убьет. Я этот нож схватила и в него. Угу. Куда попали? Вот в живот, в области живота. В области живота. Сколько ударов на носок? Один. С места происшествия злоумышленница, не оказав помощи раненому, сбежала. Какое-то время задержанная скрывалась у знакомых, но вскоре была задержана сотрудниками Ивановского уголовного розыска. И сейчас привлекается к уголовной ответственности. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Программа «По горячим следам» выйдет в эфир 27 января на телеканале «Барс», как обычно, в 20.00. Всего вам доброго и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова